Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская Слободка, 42. А теперь информация к сведению избирателей. Продолжается регистрация на сентябрьские выборы в Московскую областную думу. Сегодня в окружном избиркоме выдали еще семь удостоверений кандидатам в депутаты. Все документы претендентов на думское кресло прошли проверку и приняты в избирком. Так, Романов Александр Валентинович, москвич, выдвинул от политической партии КПРФ. Знаю прекрасно все проблемы нашего региона и страны, начиная от ЖКХ, кончая индустриализацией страны. От Слышногорского района зарегистрировали Долгову Светлану Юрьевну, 1976 года рождения. На выборы идет от российской экологической партии «Зеленый». На заседании не присутствовала, поэтому зарегистрирована заочно. Пальцев Андрей Олегович, экономист одного из солышногорских предприятий. В Думе планирует представлять политическую партию «Родина». Еще один солышногорский представитель – глава поселения Пешковская Василий Николаевич Харпак. Выдвигается от либерально-демократической партии. Партия у нас нацелена на омоложение и поддерживает местных руководителей. Это вопросы транспортной инфраструктуры. Естественно, на территории нашего района достаточно болезненный вопрос экологический, вопросы отмена транспортных льгот. Наталья Вячеславовна Шевшукова – генеральный директор одного из предприятий Красногорского района. На выборы выдвинута от Российской объединенной партии «Яблоко». Вадим Валентинович Холостов, родом из Истринского района, имеет высшее образование, придерживается взглядов партии «Патриоты России». Единственный сегодня клинчанин – Игорь Анатольевич Мочелов, замдиректора одного из клинских институтов. На выборы идет от партии «Роста». В качестве депутата видит большой объем работы. Прежде всего, Аликсинская свалка. Это сейчас крайне остро стоит проблема свинарника. Там цинизм и хамство собственников бизнеса просто зашкаливает. На выдвижении в депутаты подали документы 11 кандидатов. 9 из них уже прошли регистрацию.